Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО, Североатлантического альянса, который в настоящий момент и по отдельности, мы имеем в виду стран-членов под непосредственным руководством Соединенных Штатов Америки и вместе, как Североатлантический альянс, работают с целью стратегического подавления Российской Федерации. В настоящий момент это вражеский для нас альянс.